Водолеи, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале, и сегодня с вами смотрим ваш второй прогноз на неделю. Анализируем период с 15 по 21 июля 2024 года и оцениваем, какие события наиболее вероятно отыграются у вас. Итак, настраивайтесь и будем приступать. Основные энергии, предостережения и рекомендации от карт. Дурак, отшельник и тройка жезлов. На самом деле это такой период уединения для реализации своих проектов или задач, которые вы перед собой ставили. Возможно у кого-то просто усталость, утомляемость, поэтому больше желание посвятить время себе, своим детям, для некоторых это еще возрастным родственникам, потому что тройка жезлов это хоть и есть коммуникация, но в контексте текущих арканов это ограничить свой круг общения. Также там может быть ситуация краткой рабочей поездки, потому что дурак, отшельник, тройка жезлов это то, что было согласовано ранее. Или если у вас на повестке дня стоял какой-то проект, может быть его переделка, потому что дурак, отшельник это зачастую ситуация, когда вы повторно переделываете работу или проект или вносите какие-то корректировки. Давайте смотрите, оценивать о чем здесь идет речь относительно вопросов личной жизни. Смотрим ситуацию для тех, кто у нас на данном этапе свободен. Здесь по аркану солнца у вас может произойти знакомство, тем более дно голода у вас девятка чаш и карты дурак, отшельник, тройка жезлов. Говорят, неожиданное такое социальное знакомство и здесь может быть большая разница в возрасте. Не важно, человек у вас старше или младше, но как большие возрастные перепады. Тем не менее, этот союз для вас может быть плодотворным, успешным и очень счастливым. Если вы в любовных треугольниках, по девятке монет это четко выверенная позиция, время, деньги или быть в статусе содержанки или может быть альфонса в этом союзе, потому что вы хотите компенсировать свое одиночество. Поэтому и будете здесь делать акцент на получении какой-то компенсаторики, какой-то альтернативы, чтобы закрыть свою душевную боль, свою душевную пустоту, ситуацию, когда вам по ряду причин могут уделять ограниченное количество времени. Если вы в стабильных союзах, то паш-чаш это акцент на детей, это ситуация, когда вы хотите сплотиться с семьей, с родственниками, может быть старшим поколением, урегулировать споры и конфликты отцов и детей, чтобы это благоприятно сказывалось на вашем партнерстве, на вашем союзе. Смотрим и оцениваем с вами вопросы работы, бизнеса и карьеры. Для тех, кто у нас сейчас не работает, по восьмерке мечей карты так и показывают, что на текущем этапе вы можете только раздумывать или искать новый способ или источник дохода, думать, так сказать, о пенсии, но пока это только прощупывать почву, искать, но текущих каких-то кардинальных перемен нет. Дотации могут быть как пенсия, выплаты на детей или какие-то социальные льготы. Если же вы у нас являетесь соискателем, четверка жезлов. Это ситуация, когда вы можете работать на дому, вести какие-то одиночные проекты или в нише недвижимости или все, что напрямую или косвенно связана с недвижимостью. То есть да, здесь вы можете себя реализовать, но вот видите, дурак-отшельник это как в одиночном порядке выполнять какие-то проекты. Если же вы у нас являетесь наемным сотрудником, то королева мечей. Это ситуация анализа, проверок, экзаменов, верификация, аккредитация ваших знаний, вашей квалификации с целью оценить, стоит ли вас, допустим, оставлять или может быть вы подпадаете под сокращение. Потому что также дурак-отшельник и тройка жезлов, это может стоять на повестке дня вопрос смены кадров. Если вы владеете собственным делом, колесо фортуны. Это процветание, это успех, это прибыльное дело, которое будет идти впрок, в долгую. Потому что дурак и отшельник то, что впоследствии может перейти вашим детям или в принципе бизнес, который вы можете продать, но он все равно будет еще длительный период функционировать. То есть здесь все стабильно. Дурак-отшельник и тройка жезлов это заложить какие-то традиции на вашем предприятии, вашей организации, может быть какой-то девиз, лозунг вашего предприятия, какие-то нормы, которые будут присущи только вашей организации. Ну и, как следствие, вы будете это использовать в повседневной жизни. По состоянию здоровья. Шестерка чаш. Обращаем внимание на наследственные заболевания и все, что у нас может передаваться от детей. Потому что, к сожалению, есть риск респираторных заболеваний по принципу там ротовирусных инфекций и так далее. То, что от детей переходит ко взрослым. Поэтому, пожалуйста, будьте крайне осторожны. Смотрим предостережение от карт. Здесь ложится четверка мечей, король мечей и тройка монет. То есть здесь по ситуации у кого-то может сойти на нет договор, рабочий контракт с мужчиной воздушной стихии, весы, близнецы или водолей. То есть приостановить взаимодействие и сотрудничество. Далее, если здесь у вас на повестке дня, как вам правильно сказать, необходимое получение гранта, материальной компенсации, то здесь притормозить свои активные действия, обратиться к узкопрофильному специалисту, то есть юрист, нотариус, адвокат для решения вашего вопроса по финансированию бизнеса, может быть, реструктуризации, рефинансированию или же получение каких-то льгот, гранта. То есть предостережение заключается в том, что вам не справиться с этим в одиночку. То есть нужна помощь человека со стороны. И совет от карт. Аркан смерть. Карта трансформации, карта перемен. Чтобы родилось что-то новое, должно умереть старое. То есть отказываться от прежних убеждений, устаревших планов, моделей поведения или того способа, как вы вели дела, взаимодействовались с людьми. То есть здесь необходимо меняться. Это поспособствует входу новых энергий в вашу жизнь и положительной трансформации. Смотрим с вами неожиданность периода. Что здесь? Плетки, леса, карта букет и дно колоды у нас птицы. Этот ряд карт указывает на тот факт, что вас попытаются вовлечь в какие-то интриги. Почему? Потому что плетки леса зачастую это какие-то опасные интриги. Это может быть конфликт на профессиональной почве или подстрекательство в отношении вас, чтобы вы приняли чью-то сторону в конфликте. То есть здесь кто-то еще может пытаться воспользоваться разногласиями, несогласованностью и это может навредить вашей работе. То есть если это касается рабочих аспектов, тут нельзя принимать чью-либо сторону. Это вам сразу как рекомендация от карт. Кто-то также может просто распространять сплетни, назовем так, славоблудие. Может быть скандал на работе из-за обнаружения фальш и лицемерия. Но видите, карта букет говорит о том, что для вас все закончится хорошо. Даже дно колоды карта птицы, да, это вот пересуды, сплетни, разговоры. То есть это как для вас будут пустые хлопоты. То есть каких-то существенных кардинальных перемен карты здесь не несут, но на самом деле это и неплохо. В любом случае я вам все закрываю только в положительном, позитивном ключе. Вы, пожалуйста, по прошествии периода дайте знать, напишите, как для вас отыграется эта информация, будет ли она с вами резонировать, ну и в целом какие перемены у вас произойдут. Буду вам признательна за коммуникацию и обратную связь. С вами не прощаюсь. До новых встреч!